Друзья, всем привет! Давайте сегодня найдем пару-тройку соцсетей будущего, то есть соцсетей, базирующихся на блокчейне, и сравним их с соушал. Сравним по двум аспектам – это регистрация и монетизация, то есть то, что отличает соцсети на блокчейне от соцсетей, существующих сегодняшних на площадке Web2. Сейчас для регистрации на сайтах и соцсетях нам нужно завести электронную почту, а к почте еще и пароль нужен. Все эти данные хакеры успешно крадут. Авторизация по телефону кажется надежнее, но и это мошенники ломают очень просто. Но все ли так безнадежно? В соцсетей на блокчейне анонсировано было очень много, но в основном они не дожили до запуска. Давайте рассмотрим самые известные существующих и, как я уже сказала, сравним их с соушал. Итак, первая соцсеть – Стиммит. Вот она перед вами. Сразу посмотрим, как здесь осуществляется регистрация. И видим. Стиммит просит с нас адрес электронной почты, да еще и номер телефона. Вот это я понимаю анонимность. Соцсеть живая, как видим. Свежие посты. Есть монетизация. Что с монетизацией на Стиммит? Вы выкладываете текст в своем блоге, и пользователи ставят вашему посту лайк. Вам за это капает крипта. Чем больше лайков, тем больше денег. Можно не только писать посты и получать лайки, но и голосовать. За это положено кураторское вознаграждение. Сколько денег вы получите за свой пост? У каждого пользователя есть его Steam Power. Это такая сила голоса. Чем эта сила больше, тем сильнее пользователь влияет на выплаты автора. С другой стороны, это заставляет юзеров копить свои SP и не сливать токены сразу на бирже. Выплаты в Стиммит проходят в токенах Steam. Давайте посмотрим на токен Steam в сервисе CoinMarketCap. Вот этот токен есть. У него есть цена. Он торгуется. Все живое. Все работает. Следующая соцсеть – голос. Голос – это русский аналог Стиммита. Сейчас на голосе 100 тысяч зарегистрированных пользователей. Из них всего 4 тысячи активных. Давайте посмотрим в голосе с регистрацией. Как видим, снова просят указать почту. То есть с анонимностью здесь беда. Соцсеть живая. Здесь есть свежие посты. Монетизация здесь полностью повторяет монетизацию Стиммита. Так что ничего интересного больше здесь нет. Как видим, у пользователей скопилось очень много токенов голос. Несколько сотен тысяч. Давайте посмотрим на токен на сервисе CoinMarketCap. И что мы видим? Голос занесен в неотслеживаемый листинг. Что такое неотслеживаемый листинг? Это та категория листинга, когда ценная бумага, в данном случае токен голос, не соответствует некоторым требованиям биржи. То есть все, что мы видим у пользователей в их профиле – это все мертвый капитал. Следующая соцсеть – Tonex на блокчейне Tone. Давайте посмотрим, что в ней интересно. Здесь уже регистрация осуществляется с помощью крипто-кошелька, что уже очень похоже на Social. У меня есть крипто-кошелек Tone Keeper. Давайте попробуем войти. Нас просят отсканировать QR-код. Сканирую. Сразу скажу, что получается все далеко не с первого раза. Есть над чем поработать. Давайте посмотрим начинку соцсети. Есть лента общая. Есть лента подписчиков. Есть клуб любителей NFT. Можно делать свои записи. Здесь будут отображаться транзакции. Здесь будет отображаться ваша коллекция NFT. Можно загрузить свою аватарку. Есть личные сообщения. Есть форум. Кроме обычных лайков, по нравившимся постам можно ставить алмазы TNX, которые имеют денежную ценность. Каждый TNX равен примерно 0,1 тонн коина. Такими алмазами одни пользователи поощряют публикации других. Чем больше интереса аудитории, тем больше на постах алмазов, которые можно перевести в крипту или подарить другим авторам. Выплаты происходят в тонн коинах. Давайте посмотрим на тонн коин. Он есть на бирже. Он торгуется. У него хорошая стоимость. В общем, вполне себе живая соцсеть. Довольно интересная и очень похожая на соушал. Существенная разница соушал будет только в монетизации. Как мы знаем, в соушал каждому пользователю будет выдано миллион токенов, которые он может направить на продажу своих уровней подписки. То есть не надо будет ждать милости в виде лайков, всяких там алмазов, голосов от других пользователей. А можно будет самому выстраивать свою монетизацию, что мне кажется более интересным и более перспективным.